Продолжение следует... Поэтому их выбор пал именно на Казанский федеральный университет. Например, Алина Рокчеева планирует поступить в Институт международных отношений на направление востоковедения и африканистика. Я просто люблю Казань и хотела остаться в своем городе учиться. И считаю, что КФУ – это самый престижный в Казани, поэтому сюда и решила. Изучала как раз-таки китайский язык в КФУ, находила в прошлом году целый год. И что преподаватели у нас были, получается, один преподаватель русский и один как раз-таки иностранный. Это действительно огромная возможность, потому что, общаясь с преподавателем китайского языка, я еще больше узнала о культуре Китая, какие-то интересные факты. С Казанским федеральным университетом уже знакома и Арина Яхина. В этом году она окончила лицей имени Лобачевского КФУ и теперь собирается поступить в Институт управления экономики и финансов. Я считаю, что Казанский федеральный университет является одним из лидирующих университетов страны, который может обучить меня достойному высшему образованию. Я бы хотела работать в сфере экономики, возможно, пойти в политику в будущем. Я закончила химико-биологический класс, и большинство людей, конечно, хочет пойти в медицинский, но вариант с КФУ они тоже рассматривают, потому что здесь есть актуальные для них направления, такие как лечебное дело, стоматология, для некоторых это почвоведение, биофак, химфак. Химфак они особо отмечают, потому что один из передовых по оборудованию и обучению. Абитуриенты очень надеются, что смогут начать учебный год в привычном для них формате. Некоторые испытывали трудности в дистанционной подготовке к экзаменам еще в школе. И среди них Илья Бродников, абитуриент Института управления экономики и финансов. Я выбрал этот институт, потому что он находится в топе вузов России. И это престижно смотрится, и это отразится потом на выборе моей профессии. Этот год и так был сложный, из-за того, что карантин был, сложно было готовиться. Потому что мне лучше готовиться в школе, когда учитель объясняет тебя напрямую, а не в онлайн-образовании. Ожидания у меня очень хорошие. Это, во-первых, ожидания в то, что карантина в этом году не будет, и мы будем учиться не на онлайн-образовании, а в реальной жизни. К слову, возможность прийти очно и подать заявление на поступление лично была очень полезна абитуриентам. Так им удалось избежать различные технические трудности. Я считаю, что онлайн-подача документов достаточно удобная. Но есть некоторые моменты, которые надо приходить и уточнять лично, либо звонить. Но именно из-за того, что связь происходит достаточно долго по почте, там письма может затеряться, попасть в спам, то иногда лучше прийти лично. Подавать самому документы все в онлайн-режиме, когда ты сидишь один дома, ты не можешь задать никакого вопроса. Если даже и задашь онлайн, то человек, возможно, даже тебя не поймет. А вживую это более понятно. Диана Желенкова, Лев Халиулин, Универ Ньюс.